Их ненавидели в Грузии. Это были люди джапи-йосельяне, вора в законе, который был в парламенте Грузии, при Шаварнадзе. Вы понимаете, вот к этому может Грузия скатиться очень быстро, если силы, которые вот сейчас, вот эти экстремальные силы, а я сейчас вижу, что все оппозиционеры почему-то они стали экстремистами. Те вот, от которых, например, вот Майсашвили я не ожидал, например, что он так себя поведет, как вот полный идиот, понимаете, на что его побудило. Вот человек, который имеет западное образование, экономист замечательный. И вдруг вот выходят такие вещи, говорит, и другие лидеры оппозиции, которые отличаются как раз своим образованием, и все начинают говорить какие-то чепуху. И понимаете, вот эта вот радикализация, она мне говорит о том, что эти люди поведут курс, который будет полный противоположный курсу Саакашвили. А что это за курс? Вот посмотрите, что Саакашвили, чего Саакашвили достиг? Он отстроил всю инфраструктуру абсолютно нищей, разбитой Грузии. Понимаете, это говорят, что это так должно было быть, но это очень большое достижение. Он привлек инвестиции из западных компаний, потому что создал условия, где нет коррупции, и где каждый, кто хочет вести бизнес, имеет очень благоприятные условия для этого бизнеса. Понимаете, он создал условия для демократии прессы. Понимаете, вот свободная пресса в Грузии. А многие говорят, что нет, но поверьте мне, что это так. Просто эти вот экстремисты, те же экстремисты из оппозиции, они хотят, чтобы пресса и телевидение было не просто свободное, они хотят, чтобы она была рупором их, вот так сказать, их идей. Все время их показывают в ситуации вечера, и усолили эту идею, что вот, понимаете, пилисти, Грузии, все против Саакаши, вот это они хотели. Когда это они не получают и получают объективную оценку, тогда они, понимаете, вот обвиняют в том, что в Грузии нет, вот так называемой, свободы. То есть эта сила, если она придет, я очень волнуюсь и обеспокоен этим. Что за этим последует, если, опять-таки вот, что за этим последует, если эта сила придет к власти, за этим последует все меньше и меньше инвестиций. Оппозиция превратится в, попытается, во всяком случае, взять диктаторство, и настоящее диктаторство, не такое, как у Саакашвили, чтобы творить свою антиреформу, то есть возвращение назад, и чтобы это особенно не освещалось в прессе. Это вызовет тоже большие возмущения, потому что люди поймут, что вот в Саакашвили был, значит, у них вот тот лидер, который любили они его или не любили, понимали его сердцем, не понимали, тем не менее он, в общем, делал вещи очень хорошие для страны. Конечно же, в чем ошибка Саакашвили, например, на мой взгляд? Вернее, это даже не ошибка, это просто, наверное, по-другому он не смог бы. Саакашвили меньше уделял внимания на социальные проблемы Грузии, и уделяя, сейчас пытается уделять больше, и, так сказать, обращал внимание на более глобальные, вот как вывести Грузию из полной разрухи, как построить инфраструктуру, как основать бизнес, понимаете, вот такие вещи, ему надо просто преклониться перед ним. И за такой короткий срок, я не знаю ни одного такого лидера, который бы смог это сделать. Может быть, поэтому его сравнивают с Атольфом Гитлером, потому что у Гитлера тоже был очень большой сдвиг в экономике, это нельзя не знать из истории, что Германия была в страшной разрухе, и Атольф Гитлер привел к Германии буквально в короткий срок, сделал ее расцветающей экономической страной. Понимаете, но там совершенно были другие условия, и понятно, что вот эта аналогия с Гитлером, может быть, единственная, которую я могу провести с Саакашвили. То есть, вот такие вот катаклизмы могут произойти. А что может произойти еще дальше? Вы знаете, что сейчас в России страшно возмещается тем, что в Грузии будет проводиться учение НАТО. И в это учение НАТО входит также сателлит России, Армения. Я не знаю, почему армяне туда ходят. Честно говоря, я немножечко подозреваю, что армяне туда просто входят, чтобы немножко пошпионить над грузинским, посмотреть. Ну, это уже мои домыслия, потому что Армения настолько тесно связана сейчас с Россией, что ей, в принципе, поддерживать Грузию совершенно невыгодно сейчас в данный момент. Поэтому я вот немножко сомневаюсь. Но вот, понимаете, вот этот, как-то один из моих друзей, он сказал, мне кажется, что почему так возмущаются русские сейчас из-за этих учений, потому что, по-моему, русские собирались еще раз атаковать Грузию. И так об этом говорит многие элементы, ну, стягивание войск, строительство, укрепление, увеличение контингента на этих территориях. И, конечно, присутствие НАТО и учений НАТО срывают их планы. Ну, может быть, отодвигают их планы. Во всяком случае, может быть, как раз планы были в этот период. Так что, тем не менее, планы, как говорится, могут быть отодвинуты. И при какой-то нестабильности, при серьезной нестабильности в Грузии, это все может быть представлено, особенно после того, как Запад постепенно начнет от нас отходить, как о том, что фактически Грузия не может справиться со своей государственностью. И вот начнется, естественно, будет контроль, будет все меньше контроль над теми бандитскими формированиями, которые приходят из Осетии. Это вызовет в самом худшем случае хаос. И Россия тогда войдет без особого, так сказать, пиара. Она войдет без особого крика Запада, потому что в тот момент Запад уже будет отвернуться от нас. Ну, они могут там покричать в прессе и скажут, что вот Россия опять там не права и все-таки. Но это этим закончится, не будет никаких санкций. К моему удивлению, в принципе, санкции против России так и не были применены. И мне кажется, что это дало им возможность выйти, так сказать, более, как бы, ну, обнагляли. Если не могу найти другого слова. Так что вот мои такие предсказания, они немножко темные. Я, опять-таки, я надеюсь, что, во-первых, все Саакашвили не уйдет. И я надеюсь, что вот эта вот радикализация не произойдет и все, так сказать, утехнет. И еще раз повторяю, что предсказывать в истории очень трудно, потому что история тоже, она весьма и весьма непредсказуемая. Вот легко говорить об истории задним числом, понимаете? Тогда мы все видим, как все логично развивается, как якобы. Но на самом деле история также иногда логично развивается, иногда нелогично развивается. И, так сказать, вот эти предсказания, они весьма относительны.